Ральф может найти спрятавшегося человека, отыскать его по следам. И так уже 7 лет. Всеми своими умениями не прочь похвастаться и перед нашей съемочной группой. Чтобы она что-то искала, или ходила по следу, или кого-то обнаружила, мы сперва должны послушание выработать у собаки. То есть самые простейшие команды для ее дальнейшего управления и тренировки. То есть здесь даже щенки могут? Да, да. Только что мы спрятали человека в одной из этих машин, и собака должна будет найти, где же он находится. Собака какие условия должна при обнюхивании транспорта показать, опять же, на наличие человека, выезжающего из какого-то закрытого участка. Сразу показывая, что в наличии там есть фигурант. Нарушитель находится под воздействием каких-то запрещенных препаратов, может совершать противоправные действия, и нужно в этот момент остановить его. Мы рассмотрим такой элемент, как лобовая атака. Вы сейчас настоящие наркотики прячете? Нет, это имитатор. Их существует много разновидностей. Сейчас мы как бы работаем по региону. Это каннабис и так далее. Сделаем закладочку и ставим сумки. Из ряда сумок будет выбрана сумка с наркотическим средством. Выборка. Ну я так хочу погладить. Они такие все классные. Ежедневно эти собаки показывают свои таланты в колониях. Однако сегодня в Бурятии все меньше людей, которые с ними работают. Нехватка кадров – большая проблема. Поэтому кинологи напоминают, работать с собакой можно и без высшего образования. Нужно лишь пройти трехмесячные курсы. Работа с собакой – это не самое простое дело. Сегодня Ральф показал нам все свои умения и навыки. Все, чему научил его кинолог за эти семь лет. И на самом деле я считаю, что у каждого из вас это тоже может получиться. Продолжение следует...